Заяц! Заяц! А ты? А я волк! Заяц! Волк! Заяц! Волк! Заяц! Волк! Итак, снова здравствуйте! Это снова Дмитрий, он шкурящий из окна. И продолжаем играть в Atomic Heart. Заканчиваем мы полигон, если я не ошибаюсь, номер 10. И простите меня, дорогие друзья, но надо доиграть. Осталось два полигона, 11 и 12. Причем 12 еще не скоро, 12 где-то возле госпиталя, про который мы вообще пока не слышали. Он далеко, а вот 11 должен быть где-то рядом. Поэтому давайте, но вы потерпите, мы сходим к 11 полигону в этой серии. Надеюсь, прям закончим его. И прям пойдем за Петровым, как бы он нас не манил, он наконец-то доманит нас. Кстати, интересно, в лифте грузится уже карта? Нет, пока еще недоступна. Дайте даже вырежу, пускай он доедет сам. Как-то музыка довольно тихо играет, это странно. Короче, сейчас. Какой странный звук. А что такое было? А почему такой странный звук? Вообще, у меня не выпускают. Или это такая обработка этой музыкальной темы? Что-то я не помню, что такое в лифтах бывало. А, нет, вроде как мы здесь были, да, когда выходили. Что-то нас решили напугать. Странно. Ладно, пойдем, посмотрим, где 11-й полигон, будем стремиться к нему, и дальше будет все хорошо. Так, 11-й где-то рядом. Прямо на побережье, наверное, до него можно вполне добежать. Заодно, наконец-то, может быть, посмотрим на это море. Ну, или это не море, или это озеро. Ну, что-то на озеро не похоже, вообще на речку похоже. Вроде озера такими длинными не бывают. Хотя Байкал, конечно, длинный, но это, скорее, все-таки река, какой-то разлив. Ну, пойдем пробежимся до 11-го. Может, как раз посмотрим что-нибудь интересное. Но я прямо туда и смотрю, куда мне надо. Прямо в эту сторону. Просто сейчас я, наверное, запутаюсь. Может, где-нибудь по пути, как раз встретится, какой-нибудь этот. Так. Какой-нибудь этот я имел в виду, какой-нибудь последний труп животного. Кстати, да, было опять какое-то обновление игры. Ой, а чё я так прямо умираю? С непривычки ты опять неделю не играл. Да, опять было какое-то обновление игры. Чё-то здесь вроде поправили. Вроде там поправили какие-то титры. И ещё чё-то такое не очень важное. Чё-то там глючило, чё дальше не должно глючить. Давайте сразу возьмём машину. Поедем прям быстро. Наверное, даже не будем осматривать. Прямо помчимся к полигону. Заодно, может, по сбиванию кого-нибудь чё-нибудь выполним. Хотя, по-моему, я уже выполнял чё-то по сбиванию кого-то. Сейчас главное от них убежать. Посмотреть, в какую сторону я еду. Еду ли я в правильную сторону. Правда, на машине, да. На машине можно только по дорогам ехать. Всё, вы от меня отстали, наконец. Куда я смотрю? Какая-то мусска, кстати, новая. Чё-то такое не помню. Да, еду я не в ту сторону. А как по дорогам пробираться? По дорогам ехать назад? А, и тут все дороги встречаются в этой хренотени возле второго полигона, да? Может, тогда на машине прямо и неинтересно туда ехать? Или здесь горы, и кроме как по дороге, всё равно никак будет нельзя? Просто я чё-то не очень могу понять, как оно по дороге рассчитано, если по этим дорогам это вообще как-то криво. А может, до 11-го и нельзя сейчас добраться никак тоже? Ну, это прям дороги очень далеко. На втором мы точно были. Если можно обойти эту статую, этот элеватор, фабрика 11, наверное, можно. Кстати, тоже странное место. Интересно, оно по сюжету или нет. Ну, поедем, доедем до него тогда. Ну, а там будем разбираться. А, так оно совсем рядом, блин. Слым забываешь, что карта довольно нормального. Эй-эй-эй, вылезай, блин. Вылезай! Единственное, если я взорвусь прямо в машине. У меня же вроде есть перк на неумирание с... На неумирание за один раз. Интересно, я останусь сидеть во взорвавшейся машине или нет? Я теперь это проверить хочу. И, блин, ну, у вас же... Ну, погоди, во всём сериале. Почему нельзя трактор оседлать или комбайн? Комбайн просто точно можно было в... Ну, погоди. Ну, вроде комбайнов здесь прямо не было. Так, а этим я пользовался? Нет. О, буханка. Буханку нельзя. Ничего нельзя. Что-то я не помню. Залезал я сюда или нет? Наверное, да, я открывал этот синий. Эй, а почему тут лазеры? Что, мне всё-таки будет нельзя к 11 полигону, пока я сюжет не пройду? Слушайте, видимо, да. О, беляш прям так? Прям без предупреждения? Эй, эй, эй. Чё-то ты оборзел. Не, ну беляши, это, конечно, хорошо. А, энергии нет. Ладно, я так понимаю, к 11 полигону нам пока что, наверное, нельзя. Наверное, он от нас тоже пока спрятан. Сейчас я ещё немножко побегаю вокруг этой станции. Вокруг этой фабрики. Но если нельзя, значит, пойдём по сюжету. За Петровым. Он нас давно ждёт. Ну, фабрика прямо огорожена. Видимо, она сюжетная. А вокруг неё можно и оббежать? Здесь тоже заперто. Ну, слушайте, видимо, нас спасли от 11 полигона. Видимо, надо идти к Петрову. Хорошо, пойдём к Петрову. Правда, я вначале прям заговорил о том, что... Мы пойдём на полигон, и большинство человек сейчас уже быстро всё выключило. Но возвращайтесь обратно. Кто всё выключил. Пойдём по сюжету. Ой, это картошка? Нет, это не картошка. Это опять ел у субмарин. Ну и вот на убивание его я потратил половину одного блока энергии. Да вот сколько вас за мной бежит. Опять отпустил этот телепорт. Почему я его постоянно... Ой, ты от меня ещё не отстал. Чего-то я его постоянно телепорт называю. Чего-то. Загорелся. Не бей коровку. И эту не бей. Как тебе весело. Блин, хорошо прыгает-то. С ним прям весело. Он счёт меня прям совсем атаковать не очень хочет. Видимо, ему совсем плохо. А можно тебя, кстати, в полимер засунуть. Наверное, нельзя. О, молодец. Ну прям стал повеселее, когда они стали атаковать. Давайте сохранимся на этом месте. Полезем в полимер. Такое уютное место. Так. Ничего-то у меня аптечек прям стал меньше. Я так и не посмотрел. Аптечки из кого-то выпадают? Вроде выпадают же. Ни разу не обращал на это внимание. О, а чё это у нас? Жалко, конечно, по этой игре особенно не погуляешь. По Фоллауту, по открытому миру. Чё-нибудь интересное понаходить. Но иногда, видимо, чё-то интересное можно найти. Я даже не очень понимаю. А, это очередная подводная лодка. Надо же. Выбросившаяся на берег. Надо спасти её. Надо выкинуть её обратно в лес. Класс. Я не помню, под каким номером была подводная лодка в Лимбо. И под каким была в этом. В полигоне номер 8. Там точно было Б. Вот 274 или нет, я не помню. Но смотрится прям здорово. Надо её облазить. Наверное, в ней чё-нибудь есть. Не факт, конечно. О, чё это светится. О. Это неинтересно, ладно. Но с травмом надо облазить. Что-то не знаю даже, чё говорить. Полезли, пока я не знаю, чё говорить. Чтоб стало, чё говорить. Но вообще, я зашёл в такие места, где уже... Ой, это кто? А, это я в полимер залез. А чё в полимере? Музка заиграла. Не было обычно музыки в полимере. Так. Вы мне надоели. Я в полимер хочу. Аптечек нет. Так. Чё-чё-чё-чё началось-то? Игра стала лёгкой вообще. О. Становитесь в ряд. Можно я вас всех? Ай. Да чё-чё-чё, чё вы набегаете? У нас патронов мало. Для Калашникова. Если я вас расчищу, вы вернётесь все или всё-таки нет? Давай, покажи, на что ты спасал. Чё, кто взорвался, кто не взорвался? Давайте, бой. Ты эту сделал планку. Да, да. Да борзый ты. Так, где лечилка? Лечилку тоже убивать надо. Так, а кто вообще стреляет таким оружием? Так, ещё одна камера, да? Кто в меня стрелял таким оружием? А, это ты, это доктор. Ну ладно. Я думал, кто-то новый. Я всё очень надеюсь, что будет ещё хоть какой-нибудь... О, ты здесь начнёшь устанавливаться в прыжке. Класс. Всё, вроде разобрались. Можно спокойно с полимером разбираться. Но это было прямо решительно, бодро. Хорошее начало. Сейчас я только посмотрю, что-нибудь в начале я не пропустил. Внизу. Пропустил. Чё ещё есть? Чё-то полимер прямо облюбил эту лодку. Ой, чё-то горит. Вроде... О! Чё-то ветер сильный, прям сдувает пламя. Интересно смотрится. Так, как мне залезать в полимер? Или я, наоборот, сюда должен с полимера прыгнуть? Но внутри ж вроде ничего нет. Да перепрыгни с сундук. Эй! Я застрял за сундуком. Понятно. Так, где-то я мог залезать на лодку. Сейчас мы найдём. Ну, а вот это, по-моему, атакующий полимер, да? Если я правильно помню. Вроде полимер с растениями внутри почему-то нас стаковал. Так. Нафиг иди. Нафиг иди. Ой, как вас много. Ой, как вас много. Ой, пиздец. Наверное, зря я с вами начал... Ой, всё, у меня кончились патроны. Ладно, поплыли, посмотрим. Надеюсь, они меня там не достанут. Знать бы только, где из него правильнее... О, первый раз вижу машину в полимере, надо же. Так, чё-то светится. Да, какой-то сундучок здесь есть. Ага. Микроэлектроника, энергомодуль, дредовая и к для ПМ, но ничего интересного нет. А как мне вылезти прямо наверх этой? Я по ней побродить хочу. Чё тебя штырят? Ночами тёмными? А это... Гуашь вырисовала меня? Я не знаю, сейчас земфира запрещена или нет. Да, вылезет я! Не хочет. Ну ладно. Ещё навернусь, блин. О! Я встал на веточки. Хорошо. Ну не тогда, так сейчас навернусь. А чё ж с тобой делать, подводная лодка. В степях Казахстана. Я, кстати, не знаю, назвал ли я одну серию, как подводная лодка в степях Казахстана, потому что я вообще не знаю, откуда эта цитата. Я эту цитату помню и как подводная лодка в степях Казахстана, и как подводная лодка в степях Украины. Это... У группы Сплин есть песня с такой строчкой. И подводная лодка в степях Забайкаль, я по-моему, тоже было. Так. В общем, в подводной лодке ничего не просвечивается. Наверное, в ней ничего интересного нет, но полазить рядом было прикольно. Ты меня убьёшь? Опять. В первый раз у нас такое было в начале игры где-то на лестнице. Ладно, поизучали, забавная штука. Непонятно только, зачем здесь... зачем здесь нафигачено столько полимеров? Или вон там вот ещё можно залезть прямо наверх неё? Или это подводная лодка везла полимер и разлила немножко? Очень странное место. Но я на него уж потратил чёрту уйму времени. А мы до сих пор не прибежали к Петрову. Петров же ждёт нас уже сколько серий. А мы всё ему с полигонами изменяем. Я, кстати, когда монтировал серию, где была кушетка, где нас Петров кушетки приделывал, там прямо пытался выбрать некоторые кадры для обложки. Там такие интересные выражения лица у всех персонажей бывают. Так хочется что-нибудь странное с этим сделать. Может, когда-нибудь сделаю всё-таки. Да выпустите меня хоть куда-нибудь-то! Всё, вылезли на дорогу, и ты меня встречаешь. Кто тебе одну ухо отломил? Так, не успеешь. У вас что-нибудь выпало? Выпало. Вообще-то на самом деле я Калеонори сходил, что-нибудь наделал. Сейчас нам опять Беляша завезут. Уже уровень тревоги 2. Так, куда мне идти? Нас пи... О, это что? А, или это типа зона, где я буду... Атакован? Зона, где... На меня обиделись? Кстати, простите, но я где-то уже за этой штукой. Возможно, я могу подойти к полигону 11. Мне надо повернуть немножечко направо. Блин, может, я добегу до полигона 11. И вы на меня опять обидитесь. Но я ж хочу. Свинки, кстати, снова. Блин, свинки намекают на то, что полигон где-то рядом должен быть. Не дайте я сохранюсь. Да, мы, кажется, обошли с другой стороны эту штуку. Кривыми путями, но как-то... А, нет, здесь я уже был. Я помню этот помост. Не надо патронов для Калаша сделать сейчас. Авторизация, мать. А, блин. А, бля, хи. И, блин, он сразу с этого... Нифига, ты крепкий. Он сразу с этой непривычки, вернее, с офигевания достает этот крепыш. Я представляю, я бы сейчас бахнул крепышом здесь. Не-не-не-не-не. Нам не крепыш, нам халаш нужен. Ой, и ты здесь. А чё это ты? Чё с тобой? Зашёл в гости, тоже сохраниться хочешь? Сохранение данных. Выберите желаемое действие. Кстати, сколько у нас нейрополимеров? Тоже надо посмотреть. Ой, у нас дохренища нейрополимеры. Сейчас мы будем качаться. Что там, тревога? Ну, чё-нибудь надо прокачать точно. Сейчас поизучаю. А почему у меня это не прокачано? Дополнительная ячейка энергии всего за 34 нейрополимера. А, потому что она недоступна. А, получение энергии от потери... А, от потерянного здоровья? Подожди, от потерянного здоровья то, что оно автоматически тратит моё здоровье? Или когда мне урон наносит, энергия восстанавливается? Непонятно написано. Ну, давайте прокачаем эту линию тоже целиком. Пускай будет. Энергия нам всегда нужна. И на что-то у нас ещё останется на сдачу. Щит не хочу даже пробовать. Может он нам понадобится потом. Вот, когда понадобится, тогда и попробуем. Ну, чё, телекинез добить. О, как раз 219, 210. А, длительность его держания в воздухе. Ну, это вообще не так интересно. Я их всё равно швыряю об землю обычно. О, вот, а то, что захваченные массовым телекинезом теряют часть собственной энергии, которая перенаправляется вам, это круто. Требует для активации ячейку энергии. Пускай будет, мы как раз ячейку энергии прокачали и... А, чуть-чуть, не хватает. Ну ладно. Ну, тогда опять склады-разбор. Сейчас выкину всё лишнее. Сделаю калашников. Что мне кажется, или склад стал больше значительно. Странно. А, пистоли... А, ну да, его ни на что не разберёшь. Он у меня как был, так и остался. Кстати, он одну ячейку занимает. Может, его носить с собой всё-таки? Наверное, надо носить. Можно его прокачать заодно, посмотреть, что он делает. Давайте мы его возьмём с собой. Как-то я сначала говорил сам с собой, потом решил это в записи оставить. Давайте возьмём, действительно. Блин, только как это делать опять? Надо его улучшить ещё. Так, да, давайте с собой электро носить. Давайте прокачаем электро. Посмотрим, что он может делать. Поражающая головка. Эмигенератор. Добавляет специальную атаку, увеличивает заряженный урон. Так, чё из этого круче? Так, это находилось на полигоне. Энерговампир. Перенаправляет энергию полимерной батареи цели, накапливает её в ёмкостях костюма. О, круто. Надо взять. Пускай будет. А, этом двенадцатом полигоне, на последнем. Блин, значит, может пока что мне его и бесполезно носить с собой. Ну, давай тогда это пока вкачаем. Я чё-то убрался. Можно дальше качать. До тройки, до четвёрки. О, вот это у меня есть. Удары М-заряда на короткое время, вызывая дисфункцию управляющих целей робота. Для достижения определённого заряда цель теряет роботоспособность на время воздействия разряда. Эти тоже возьмём. Ну, чё ты убираешь? Ну да. Не работает. Зависло. Ладно, хотя бы так отвисло. Это я улучшал, да? Шампаги в игре пока ещё местами присутствуют, мягко говоря. Ну, кстати, увеличение по органике было. Позволяет снизить энергопотребление при выстреле. Пускай тоже будет. Я когда-то в предыдущей серии просто говорил, что этот пистолет может стать прям крутым. Блин, мне чё-то немножко, опять, немножко не хватает. Ладно. Мне, кстати, делать патроны для калаша мне не надо. У меня их на складе прям дофига. Можно просто их забрать. И пойти продвигаться к полигону. Да, и лечилку тоже забрать. Всё забрать. Поиск у меня лечилок, оказывается, на складе. Мне, кстати, показалось, что склад стал как-то больше. Может быть, мне это показалось. Ну, всё, пойдём во все оружие. Третий раз я здесь сохраняюсь. Ну, дайте посмотрим, чё пистолетик умеет. Я не понял, чё я сделал. Это я накапливаю выстрел, да, синий? А, а чё я делаю? Вы обнаружены противником. Вероятно, скоро врагов станет больше. Ну, ладно, я не понял. Ой, мы покидаем яблочко. Как грустно. Где я опять? Вот я. Да, я посмотрю почти куда надо. Так, там горы. Или всё-таки нет? Или всё-таки я не смогу за неё пройти? Но я уже на дороге. Почти вымощенный жёлтым кирпичом. Давайте пойдём по дороге. Повернём налево по дороге и направо. Может быть, через горы до него нельзя, а по дороге можно. Через горы, через лес мы не пройдём в Страну Чудес. Э, хороший пистолет. Прям наносит. Ну, правда, здесь и Петров тоже уже прямо рядом опять меня манит. Я не понял, здесь же был поворот направо с дороги. Вы привлекли слишком много внимания, майор. Скоро здесь... Ну да, поворот направо. А, сельская дорога. А, мы всё-таки идём к Петрову. Как мы вообще записываем? Мы 27 минут записываем. Я не могу решиться, куда я хочу. Петрову или на полигон? Сохранение поворотов. Ну, блин, Петров манит. С другой стороны, Петрова надо прямо начинать сначала и красиво, наверное. Ой. Блин, классный пистолет. Что им не пользовался? В одном, конечно, пукает очень забавно. Ну, почему бы и не попукать, если есть такое настроение? Потому что у меня оружия уже прямо дофига. А, блин. Ты же тоже энергию будешь тратить. Зато набираешь... О! Ты по пол ячейки за удар энергию набираешь теперь. Здорово. Здесь можно немножко побить, потом опять пострелять. Давайте, 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 давайте. Все, все, все нафиг. О! Железная дорога. Первый раз вижу железную дорогу рабочую здесь. Петров, пока я бегу от себя на полигон все-таки. Да, я бегу на полигон. Побежали на полигон. По железной дороге. Классно. Железную дорогу точно не обрубят. Роботы, вы мне не нужны. У меня полигон где-то здесь должен быть. Тоже что-то спрятано с заборчиком. Ну, блин, это сложно пропустить. Я от полигона тоже вдоль дороги пойду, наверное. О, ну, статуя эта. Или там лазеры опять. Так. Стой. Стой ты! Лайк, ты меня. А, ты щит до сюда достать. А я думал, ты меня, я тебя. Как бы или как со Сталлона. А ты так не захотел, да? Ну, блин, опять. Еще я не бегу на полигон. Что-то его прям быстро унесло. Что-то здесь стал прям бодро. Ой. Это отдача. Ай. Это не отдача. Да я вообще бегу. Что я могу туда, не могу туда? Что-то вас здесь прям душевно на ванны насовали. Так, дайте передохнуть. Эй. Я же сказал передохнуть. Вот это уже напоминает то, что показывали в трейлерах боевки Атомик Харта. До этого были как-то бои один на один в основном, а тут они прям не отпускают. Все в кучу. Один друг другу мешает. Эй, лечиться дай. Первый раз вижу, кстати, чтобы мне не дали полечиться, по-моему. Все, мы вас немножко разнообразили. Ой, целую. Целую обойму отправил. Потратил. Ну да, вас же бесполезно. Вон ваш улей висит. Прям под боком. Короче, последняя проверка. Где я, где полигон. Ну вот я, вот полигон. Ну, заперт. Или не заперт? Он левее. Может, лазеры все-таки не там? Может, полигон есть? Что-то у меня, кстати, сейчас жесткое ощущение дежавю. Ну, что-то кажется, что это уже было. Вот именно с этой железной дорогой. Ну, может, это что-нибудь как-нибудь Атоми... Ой. Что-нибудь с Half-Life связано у меня. Хотя я не помню, был в Half-Life железная дорога. Давно у меня не было такого ощущения. Сколько вас набежало. А да-да, Заяц и Волк. Варить их. Все? Рассредоточились, блин? Нет, еще не всех добил. А на тебе. Не, я злой, когда у меня полигона нет. Да, мы дошли до полигона. Прости, Петров, я вернусь. Правда, отсюда упасть надо, чтобы дойти до полигона. Ну, нет, 34 минуты. Ладно, в полигон мы еще зайдем. Или побегать здесь, где-то рядом. Что еще здесь есть, интересно? Причем, в воду нельзя за лазеры не заплывать. Что ты от меня бежишь, если я догоню, а? Если я догоню. Если я догоню. Ты, блин, не дал бы ковырят свой. Кто это в тебя стрельнул? А я думал, флаг. Так, можно отсюда безболезненно спуститься, а? Просто я думаю, мы сейчас будем еще немножко думать, как полигон попасть. Так, он, надо быть, начал, блин. Уши пообломаю. Так, вон какая-то будочка, наверное, нам в нее. Ну, прям новая обстановка стала. Здорово это наблюдать. Как-то уже приелось все, что было вокруг до этого. Сейчас ты единственный, самый легкий, меня домочишь до конца. Да, кстати. Очень близок к этому был. Где я будочку видел? Ты кто? Я не понял, что эта хрень делает. Надо почитать, что она делает. Так, там есть синенькая. Давайте сначала слазим на эту. Наверное, я как раз эту синенькую ей открою. И наконец-то сохранение есть, кстати. Ты что-то давно уже не сохранялся. Столько всего понабивал. Сохранение данных. Так. Где? Где? Вот. Все, отстаньте от меня, я еду наверх. Игорь, отстань от меня. Игорь, отстаньте. Это, блин, зарядил. Хе-хе-хе-хе. Здорово. Не бьющееся стекло. Ничего здесь нету больше? Нет, нету. Ну, давай смотреть, что я могу делать. Сколько всего камер? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Дофига. Сейчас окажется, что я сюда пришел, чтобы сделать что-нибудь с логовом Петрова. Я реально не понял, что означает вот эта штука. ЦМ. Не знаю. Ладно, давайте все подряд смотреть опять. Ну, опять я себя могу посмотреть. Есть увеличение, да? Вот я не вижу себя. Вроде все стеклянное, но меня там нет. Робот этот ходит. Ладно, это бесполезно. Левая. Левая тоже бесполезна. Правая. Ну, наверное, надо ближе к той голубой будочке двигаться по камерам. Правая. Левая. Вроде это логично, что камеры есть, они должны как-то осматриваться, но раздражает все камеры перебирать. Ну, у вас тут прямо жизнь, у вас там дискотека. Бегаете. О, замерли. Отвисли. Странный у вас вкусный интеллект. Ну, вроде вы патрулируете там, но как-то очень странно. Вон, синенькая будочка. Что я не могу ничего с ней с камерой сделать? С другой камеры все-таки надо. Я забыл, на какой я камере. Через забор лазит хулиган. Вы мне еще скажите, что я ничего не сделаю здесь. Здесь я был, да? Ну, и что я ничего не могу с него сделать? Или я что-то пропустил? Странно. Очень странно. Вроде возле полигона 11, столько всего. И ни одна камера мне не помогает. Или может это потому, что это? Может быть потому, что я разыскиваюсь милицией? Возможен такой вариант, но вряд ли вообще. Ладно, что-то как-то не очень понятно пока же, что происходит. Давайте пошаримся по домикам где-нибудь здесь рядом. Может здесь что-нибудь есть полезное? Вот домик, например. Может тебе есть что-нибудь полезное? Сундук есть. Да что ты? Хочу я на тебя вставай. Ты горзый. Вот страшно, когда они зажимают в углу. Так, дай вылезти. Сохранялся? Нет? Да еще раз сохранюсь. Так, еще раз. Где полигон? Вообще надо к этому синенькому домику сходить, изучить его. Может он просто открытый и все? Может я зря пытаюсь его открыть, а это уже сделано до нас? Здесь кто-нибудь еще ходил. Я постоянно хочу сначала ударить электричеством, потом замазать этой жижей. Надо делать наоборот. Сначала жижей, потом электричеством. Почему я телекинез постоянно называю телепортом, за которую серию подряд? О, камни летают. Как будто паучка. Давай, взорвись. Ну взорвись сам. Взорвешься. Я тоже так умею. Опять к Петровой. Так, где синенькая будочка? Вон, да? Синенькая будочка. Ленточка в кассе. О, бутихну. Воу. Сейчас, можно было бы мою теорию проверить насчет разыскивает милиция. Ну ладно. О, мясо. О, ты не Петрова? Может ты не добежал? Ну, не. Одежда такая же, лицо другое. Стран, с этим трупом даже говорить нельзя. О, точно. Ага. А здесь под эту, под печеньку, Гулазик. То есть я могу эту задачку решить, а печенька мне нужна будет. Ого. О, у меня она есть. Не понял. Ну ладно. Не, ну мы брали в том этом две печеньки, но я думал, что это глюк. Оказалось, что она у меня есть. Ну хорошо. Есть так и есть. Интересно, это относится к Петрову или к полигону? Ну хорошо. Я, признаться, удивлен. Так. Так. Не так. Так. Не так. Ага. Совсем не так. Ага. А, подожди. Блин. Первый раз у меня с этим проблема возникла. Но видно, игра становится сложнее, или я прям... Так. Как вас поставить, чтобы красный раньше был? А я вас всех в одну точку сгоню. Угу. Между жёлтыми должно быть две пустых. Вот так вот. Ну почти, только не так. Совсем не так. И что здесь будет? Опа. Лифтик в полигон, видимо, прям. Провизия. Индивидуальные средства защиты. Чем я так делаю, что вырезаю обычно всегда, потому что это органический звук, который должен раздражать людей. Ну, собственно говоря, я считаю, что мы открыли, можно подготовку к полигону считать оконченной и начинать новую серию с полигона. Думаю, сейчас можно попрощаться, как раз серия не очень длинная, не очень короткая. Так что, былт курящий из окна, смотрите, подписывайтесь, донатьте по возможности. Приятно, полезно, недорого. Ссылки в описании. До свидания. Пока. 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 Вот. Субтитры сделал DimaTorzok